Анастасия и Юрий Чекан Сим Салабим Ахалай Махалай Так и хотелось произносить эту заветную фразу о маяках Акапяна в гостях у Анастасии и Юрия Чекан Что не предмет, то маленькое чудо У нас карточные домики возникают из ниоткуда Вот такой вот веероскарт перевращается в цилиндр Это в зрительном зале возникают мысли, что на одежде наверняка масса карманов, а у любой коробочки двойное дно Поверьте, в типовой рязанской квартире на расстоянии вытянутой руки все по-другому Пристально смотришь, где же подвох, а его вроде как и нет Могу сказать, что труднее стало выступать для детей Они, да, они уже читают, они уже смотрят телевизор, они уже все в интернете И искусство фокусов сейчас на подъеме, они все смотрят обучающие фильмы, пытаются разучивать фокусы с картами В семье Анастасии время от времени выкинуть фокус в хорошем смысле этого слова было делом привычным Ее родители, Людмила и Юрий Немкины, действительные члены Российской ассоциации иллюзионистов и Международного братства магов Я очень четко помню, когда меня спрашивали, кем ты хочешь стать, когда вырастешь Я говорила, учительницей, продавцом мне очень нравилось считать, отсчитывать сдачу Ну, как дети во все это играют Почему я это делала? Не потому, что я не хотела быть фокусником Я фокусником была, я практически родилась фокусницей И я это считала как норма, это все, это моя жизнь Настя выросла за кулисами и, едва научившись ходить, отправилась прямиком на сцену ассистировать папе Маленькой волшебнице тогда было год и девять У папы был фокус, висящие платочки, висящие стаканчики На пластиночку он устанавливал три стаканчика, переворачивал, они не падали Моя задача была выйти с пластиночки, эти стаканчики снять Потом туда помещались платочки, я вынимала платочки из стаканчиков Сегодня Анастасия артистка оригинального жанра, иллюзионист, факир, эквилибрист и жонглер А еще любящая молодая мама и заботливая жена, которая оказалась еще смелее своих родителей Они с мужем по-другому борются с семейной рутиной По очереди втыкают друг в друга ножи Зал в восторге Первые разы для меня это было страшно Я видео когда увидел, Юрий Иванович бросает Мне прям сразу так сжималось все Потом, когда она объяснила, я сам попробовал И уже понял, что, в общем-то, не страшно Я очень горела этим номером, мне очень хотелось его сделать И я, наверное, настолько излучала энтузиазм и желание По-настоящему страшно было Настиному папе До знакомства с его дочкой зять ничего не смыслил в фокусах Эти сабли из куска металла Юрий Иванович Немкин выпиливал сам И вот он знакомым рассказывает А вы, говорит, представляете, каково мне было делать ножи для собственной дочери Это жизнь, это часть профессии А как же работают дрессировщики? Мы лично знакомы с замечательной девушкой, женщиной Мариной Маяцкой Она работает с гепардами У нее половины пальцев нет на руках Тут все серьезно Ножи и стекла настоящие Когда в семье Чекан узнали о пополнении Юрий Младший тут же предложил свою кандидатуру Один раз мы приехали на площадку И оказалось, что забыли мешочек со стеклами На прошлой площадке просто мы его забыли уложить И все, стекла у нас нету А на стеклах у нас строится полномера Мы в то время еще с папой работали И мы приехали в какой-то ресторан Я говорю, ну чего, мы же в ресторане Иди попроси пустые бутылки Молоток найдем Сейчас набьем новых стекол Будем работать И вот благо до выступления было В какое-то время, полчаса Папа нашел бутылки Разбил их прямо тут То есть это я к тому, что у нас никаких специально подготовленных стекол Обточенных, кипяченых Или там каких-то каленых Нет, вот все это можно сделать Из подручных средств буквально Одна единственная мышца работает Она в мозгу Это все наши эмоции Наше эмоциональное состояние Там абсолютно нет никаких секретов Никаких специальных упражнений Не нужно делать перед этим Этого нужно захотеть Нужно понять, что я могу Я не говорю, что я не резалась никогда Нет, были и травмы Были и стекла, которые Только через две недели После того, как я их поймала Наконец-то я ее нашла и выковырнула Она у меня хранится в коробочке стеклянной За яркость и эффектные костюмы В их семье отвечает Людмила Немкина Тут нюансов еще больше Чтобы купальники хорошо тянулись Были пожароустойчивыми На случай, если придется Жонглировать факелами И удобными Иногда необходимый козырь в рукаве Вот замечательная русская народная Мама шила не так давно У нас новый номер под это все Однажды, правда, был случай Как в фильме «Бриллиантовая рука» В самый ответственный момент На том самом месте Треснула застежка Обошлось Ну, благо у меня там все На дополнительных веревочках То есть это все можно было Руки зажать И с менее свободной пластикой До работы На сцене они и конферансье И актеры И иллюзионисты У каждого номера Своя режиссура Костюмы И музыкальное сопровождение Они бы и рады Летать под куполом Но в рамках нашего города Вторым Копперфильдом не стать Цепи и масштабные иллюзионы Требуют автобус для реквизита Они предпочитают предметы Которые легко уложить В большой чемодан Вот, собственно, за что люблю этот номер За то, что его быстро готовить Пришел, чемодан положил Открыл и все там есть у тебя под рукой Потому что обычно Нужно сначала долго заряжать Какие-нибудь цветочки, платочки Складывать Все это каким-то специальным образом укладывать А потом, когда отработаешь За кулисы заходишь Еще полчаса все это складываешь обратно Одним из самых эффектных трюков До сих пор остается фокус-костюм Когда стройную девушку Обвязывают веревкой Она скрывается за ширмой со зрителем И уже через несколько секунд Его костюм самым чудесным образом Оказывается под веревками и узлами Некоторые мужчины Очень сразу Хоп, за пиджак хватаются Я говорю, отдайте пиджак Они, нет, не отдам И вот, бывает трудно с них стянуть Они такие, да Некоторые говорят Я с женой Что вы делаете? Она будет сейчас переживать Уважаемые дамы Только спокойствие Сердце этой длинноногой красавицы Давно занято Анастасия никогда не верила В любовь по переписке И в сайты знакомств Она искала всего лишь Партнера по танцам И абсолютно случайно Среди тысячи фотографий Я увидела его Это было сразу? Это было сразу, да Он не искал партнерши по танцам Он просто... У него не было Юрий оказался настолько творческим Что до сих пор не перестает удивлять И зрителей, и супругу Удивил ее тогда очень сильно Когда из кленовых листьев осенью собрал Там тоже из семи, по-моему, листочков Сворачивав-сворачивав Получается розочка Ну вот собрал букетик такой Аккуратно все сделал И при очередной встрече задарил Там, конечно, были восторги большие Сегодня они вместе выступают на сцене А их главному совместному проекту Сынишке Егору уже четыре Он с трех месяцев наблюдал за родителями Из-за кулис И стоит ли удивляться, что больше всего Любит играть с дедушкой-волшебником У них замечательный дуэт Они друг друга чувствуют и понимают Они репетируют фокусы Егорка просит новые фокусы Дедушка, давай разучивать что-то новое Когда у него появится интерес Например, сверстников удивить Да, он тогда начнет уже... Девочек Начнет разбираться во всем этом Начнет пробовать уже сам что-то показать Тогда да Тогда, видимо, у него и понимание Всего вот этого поменяется Настоящий фокусник учится всю свою жизнь Он должен хоть немного смыслить в механике, физике и химии Для создания иллюзионных трюков И желательно обладать навыками слесаря, бутафора, стойлера и даже портного Чтобы самостоятельно готовить реквизиты костюмы Я люблю вот зеркало большое Перед зеркалом встаешь и начинаешь И так немножко повернулся боком Одним, вторым боком Видно, не видно Мы совсем по-другому смотрим фокусы Выступления других артистов Если обычные люди имеют возможность и счастье Посмотреть фокусы, удивиться Восторгаться этим чудом То мы видим сразу обратную сторону медали Практически все фокусы, которые мы видим в чем-то исполнении Мы тут же понимаем, в чем там дело И мы уже смотрим именно с технической стороны Как исполнен трюк, как его преподнесли Этот номер пока в работе Рука строптива и еще не очень изящно выполняет команды Дисклеймер Дисклеймер Да, дикая Она может многое делать, конечно Ну, к примеру, то фигу показывать Анастасия тоже готовит новый номер Какой пока сюрприз Но вот это ощущение, когда делаешь, не получается Делаешь, не получается И нужно сто раз делать, пока первый раз получится Вот сейчас уже тяжелее Анастасия не скрывает Сейчас для нее на первом месте семья Чтобы вместо череды гостиниц Горячий домашний ужин и все за одним столом Иллюзии и фокусы должны оставаться на сцене И, наверное, здорово, когда для настоящего чуда В домашних условиях достаточно открыть большой чемодан Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok